Всех приветствую! Продолжаем рассматривать картины художников, знакомиться с их автобиографией. Шар Агюст Гийом Штойбен. Родился в семье офицера герцога юртембергского Карла Ханса. Благодаря социальным связям своего отца при царском дворе летом 1802 года сопровождал молодую великую российскую книгию Май Павловну и внучку Фридриха II Евгения, герцога юртембергского, культурный город Тюринги-Веймар, где дочь царя два года спустя вышла замуж за Карла Фридриха, великого герцога Саксен-Веймар. Штойбену тогда было 14 лет. Он был поживом при герцогском дворе, должность на которой открывались перспективы карьерного роста в армии или администрации. Поэт Фридрих Шиллер был другом семьи, который сразу же распознал художественный талант Штойбена и привел ему политический идеал свободного самоопределения, невзирая на придворное ограничение. В 1803 году отправился письмо к своему другу, художнику Франсуару Жерару в Париж. Жерар принимал у себя многих начинающих художников и студентов без гроша в кармане для обучения. После двух лет подготовки в феврале 1805 года поступил в престижную высшую национальную школу изящных искусств, где учился у известных преподавателей, в том числе у Луи Давида и Пьера Поля Рюдуон. В 1812 дебютировал в Парижском салоне со своей картиной «Петр Великий» во время шторма на Ладожском озере, которая привлекла внимание профессионального мира. Водушевленный этим первым успехом продолжил работу надрядом исторических картин. В 1820 женился на художнице-портретистке Элеоноре Тролле, с которой познакомился его во время своего обучения. В 1828 написал Клеменцию Генриха IV, изображающую победоносного Генриха IV французского в битве при Ивре. Ну и Филипп, король Франции, заказал ему серию портретов бывших королей Франции. Стал гражданином Франции в 1823 году. Чтобы обеспечить свою семью материально, он устроился преподавателем рисования в политехническую школу, где некоторое время обучался у Густава Курбе. В 1840 году был награжден золотой медалью Парижского салона за свои высоко оцененные картины. Был близким другом Ежена Дилакруа, лидера французской романтической школы живописи, которого он несколько раз изображал. Штойбен также был частью этого художественного течения, пришедшего на смену классицизму во французской живописи. Критики хвалят его продуманные композиции, превосходный мазок кисти и впечатляющие цветовые эффекты. Но его стремление к драматическому оформлению богатых людей также временами проявляло ярко выраженную склонность к театральность. В 1843 году Штойбен возвратился в Россию на 11 лет. В Санкт-Петербурге он создал 7 картин для Исаакиевского собора. После перенесенного инсульта художник вернулся в Париж. В 1854 году больным человеком, где перенес еще два инсульта и в конечном итоге потерял способность работы. Умер в 1856 году в возрасте 68 лет в родном городе Париж. Сын Штойбена Джозеф Александр обучался живопись у своего отца и использовал тесные связи своих родителей с российской художественной сценой. После учебы в Париже и двухлетнего проживания в Риме, как и его отец, отправился в Санкт-Петербург, где по заказу царя Николая I написал картину для Исаакиевского собора. Так, вкратце, из переводной википедии о французском художнике Шарль-Агюст Гиом Штойбен. Пока-пока, до свидания.